Что такое Казанская Божья Матерь? Кто такая? Что это такое? Нам такого не нужно праздника, мы не почитаем его. По нахидку принесут, копеечка появится, кто ж отменит? Пусть русская будет, но ничего. Погоня за дешевой рабочей силой это приведет никуда, мне кажется. Не могу не грешить. Хорошо идет у нас, я по рабоче-крестьянскому пытаюсь, а вы, так сказать, по Душниловскому. И нормально идет, все отлично. Да расстреляют меня, только я пересеку границу. Кхе-кхе. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У нас с отцом Геннадием очередной выпуск нашей передачи, который мы назвали «Спорный вопрос». Можно ли праздновать Хэллоуин? Если нет, то почему? Эти и другие вопросы мы обсудим в данном выпуске. Так, стоп. Вот сейчас прошу вас поставить на паузу видео и подписаться на телеграм-канал отца Геннадия. Потому что всего 2000 подписчиков, а канал интересный. Ну и потом включаем и дальше смотрим видео. Ну давайте уж вы начали про Хэллоуин, я уже подальше подключусь уже тогда. Вы уже скажите, что приближается это сатанинское, так сказать, мероприятие. Почему церковь относится к этому негативно? Ну, мне кажется, люди, вы видели, что происходит во время Хэллоуина? Мне кажется, любой адекватный человек поймет, почему это не нормально. Ну там же сплошная бесовщина, чертовщина какая-то. Вообще изначально Хэллоуин – это Hello All Evening. Короче, День всех святых дословно. Изначально это был Днем всех святых в католической церкви. Но хочется сказать, какие святые такие праздники, но в католической церкви есть много и православных святых почитаемых. Ну, на самом деле, что это? Извратили в коммерческих целях когда-то христианский праздник. Видимо, тут еще наложились какие-то языческие такие вот верования, которые восходят еще к ирландскому язычеству, еще что-то. И вот получилось то, что получилось. Вместо Дня всех святых – День всеобщего массового объяснования, когда наряжаются в оборотней черте злых духов, и вообще во все это непотребное, нечистое. А это и есть персонификация Дьявола. Это своего рода такое поклонение Дьяволу. Так что уж не надо такое нам. Спасибо. Да, я тоже так думаю, что даже не то, что там язычество. Это сатанизм в чистом виде. То есть в чистом виде сатанизм. А любое… Мы уже, по-моему, в передаче вы говорили у нас раньше, да, что любое заигрывание с нечистой силой, даже, казалось бы, шутейное, оборачивается очень серьезными духовными катастрофами. Поэтому оградите, оградите свою семью от этого так называемого праздника. Не пускайте своих детей в школы, где проводят это самое, ни на какие-то мероприятия. Даже никаким… Ну, если вы православные, даже никаким… Вот… Меня вчера задавали вопрос. А можно там гирлянду хотя бы этот день повешу? Да никак не обозначает этот день. Все. Для нас, для православных его не существует. Его никогда не было в православии. И его незачем. И вводить его и сейчас. Ну, а сегодня у нас дела поважнее. У нас сегодня Дмитриевская родительская поминальная суббота. И я вот по слогам Дмитриевская. Потому что накануне почитание памяти Дмитрия Солунского. Вот. Но, опять же, возникают вопросы. Дело в том, что в Украине Дмитриевскую субботу будут отмечать следующую субботу. Ну, так как оно и должно было бы быть, если бы не совпало с праздником Казанской иконы Божьей Матери. То есть, по согласно типе икона Бослужебного нашего устава, если Дмитриевская суббота попадает на какой-то из чтимых праздников, то она переносится на неделю раньше. Вот. Ну, я благодаря такой вот ситуации несколько лет назад даже попал был на Святую Землю. Потому что в РПЦ так же само попало было на Казанской Божьей Матери. Перенесли на неделю раньше, и в богослужебных указаниях было написано служить неделю раньше. И я отслужил неделю раньше, как написано, я никогда богослужебные указания не переделал, написано, вот я так и служу. Вот. И отслужил. А там перенесли, как и этот раз, оставили Казанской Божьей Матери, перенесли, по-моему, тоже так же на пятницу празднование, а Дмитриевскую субботу оставили в субботу. Вот. И отцы из Украины, никто не, все у себя служат, никто тоже в Дмитриевскую субботу бросит, поедет, да. Меня пригласили, потому что я уже отслужил, я свободен был, и я поехал как раз именно на Казанской Божьей Матери. Я служил уже в Гевсимании, в храме, а там, по-моему, предел Казанской Божьей Матери, там еще, а, или Нижний храм. Ну, короче, там был престольный праздник, служил Владыка Эфеофан покойный, нынешний, ну, в смысле, бывший Ставропольский, а потом был он Казанский. Да, и вот он служил, и мне посчастливилось. Я к чему это все веду? В Украине, вот, что интересно, да, ну, УПЦ они отказываются от празднования Казанской Божьей Матери, просто перенесли на пятницу. А вот тогда вот еще те, когда я ездил на Святую Землю, ПЦУ объявили, что, а что такое Казанская Божья Матерь? Кто такая? Что это ты? Нам такого не нужно праздника, мы не почитаем его. Мало того, я даже скажу, у нас в Херсонской епархии есть село Геройское, в котором старинный казацкий храм стоял. Казанской иконой Божьей Матери он назывался, а был там свой приходик небольшой, в частном доме служил. И тут губернатор решил там попиариться, и вот восстанавливать будем храм, и отдал ПЦУшникам его. И ПЦУшники переосветили его, потому что Казанской Божьей Матери не подходит. Петра Колнышевского переосветили. Я тогда говорил, что если бы казаки были живы, которые построили этот собор, они бы порубили их на мелкую капусту шашками, потому что они очень почитали Божью Матерь. И именно они назвали этот храм Казанской Божьей Матери. Так вот, отменяя Казанскую Божью Матерь, отменяя русских святых, недавно Епифаний даже заявил о том, что... Если тебя крестили в честь Сергия, то не отменяяй. Отменяй, да не обращай на это внимания. Отменяй. Но Димитровскую субботу они не отменяют. А ведь это же чисто русская поминальная суббота. Ну, там позже подключились Сербия и Болгария, они тоже почитают. Но это чисто русская, введенная русским императором, императорским указом. Тогда, когда оно было у украинцев, император выдал указ 120 лет назад, ровно, в 1903 году, о том, чтобы праздновали повсеместно, по всей церкви. Ну, так еще до этого уже праздновали, да, местами? Ну, а его праздновали Троица Сергия Лавра, так и оставалось. То есть это было как бы... Но это не было всероссийским почитанием. Именно императорским указом было введено. Ну, и вот как-то, вот знаете, вот эти двойные стандарты, тут же пахнет, по нахидку принесут, копеечка появится. Кто ж отменит? Пусть русская будет, но ничего. Пусть часть Куликовской битвы, но тем не менее. Вы понимаете, если Сербия и Болгария, они оставили у себя и почитают этот праздник тоже по той причине, что они всегда почитали русского солдата, который защищал и Сербию, и Болгарию, то почему ПЦУ оставили себе этот праздник, я как-то не могу понять. Ну, вот такое у нас вступление. С Хиллоина на более страшные вещи на ПЦУ перешли. Святейший Патриарх Московский Вся Руси Кирилл встретился со студентами Московского педагогического государственного университета 24 октября. Кстати, это когда только у нас Херсонский образовался, еще была только одна ректор, ну и пару человек, которые с ней в коллективе, больше ничего еще не было. Первый вуз, который поддержал Херсонский университет, которым я преподаю, это был именно вот этот вуз, которым был святейший. Да, вуз действительно с большой историей, он еще был когда-то женскими курсами, еще до революции начиналось все с этого. И тут нужно отметить два важных момента в этой встрече. Первый момент – это открытие Всероссийского православного молодежного движения, которое называется «Верные». Все, наверное, слышали движение «Первые», которое еще называют «Новой пионерией». Движение «Верные» – это такой общецерковный проект с озвученным названием, который будет включать в себя, как я это себе представляю, все молодежные движения, епархиальные, приходские русской православной церкви. Такое все объединяющее. Но при этом останется самобытность, особенности каждого отдельного молодежного клуба, епархиального или приходского. Я дистанционно присутствовал на этой самой встрече, представлял Северо-Кавказский федеральный округ. Во время того, как Патриарх презентовал движение «Верные», регионы подключались дистанционно. Кто-то задавал вопросы Патриарху, в том числе, посредством приборов удаленного доступа, удаленной связи. Я ничего не спрашивал, у меня вопросов не было. Но так было очень интересно. Во-первых, на это движение у меня есть большие надежды. Тай Бог, чтобы оно состоялось. Его поддерживает матушка Анна Кузнецова. Она и вдохновитель этого движения, депутат Государственной Думы, которая раньше была детским омбудсменом России. Сейчас ее место занимает другая тоже матушка Львова-Белова. Матушка Анна Кузнецова, многодетная мать, решилась вот так вот лоббировать, даже можно сказать, в Государственной Думе поддержку движения «Верных». Ну, если не лоббировать, то, по крайней мере, курировать это движение. Ну и владыка Серафим, истринский руководитель молодежного отдела Синодального Русско-Властной Церкви. И вот они вдвоем являются основными вдохновителями этого нового движения. Ну и помимо движения «Верных», наверное, нужно еще пару слов сказать о выступлении Патриарха. Он касался такой темы, как мигранты. Вопрос был ему. Ему был вопрос. Да, да. И он на него ответил. И Патриарх опасается, что в какой-то момент мигранты смогут оказаться здесь в большинстве. То есть люди из стран Средней Азии, из других регионов приезжают. Не ассимилируются с русской культурой. Некоторые даже не знают русского языка. Так и остаются чужеродными элементами в русской культуре, потому что не принимают эту русскую культуру. Со временем получает кто-то, может, российское гражданство посредством брака или еще каким-нибудь другим образом. Остаются здесь. И Патриарх говорит, как бы в какой-то момент мы не потеряли самоидентичность. Был ответ от Муфтия, Патриарху, он выступил критически по этому выступлению. Но я думаю, что, мне кажется, Муфтий здесь немножко неправ. Никто же не трогает тех, внутреннюю миграцию, да, когда приселяются, допустим, там с Атарстана или с Северного Кавказа, приселяются в Москву и наоборот и так далее. То есть об этом никто не говорит. Это реально люди, которые вот... Мы это уже видели в Европе. Мы видели в Европе, что сейчас происходит. Это только начало. То есть Европа сама себя тоже теряет свое лицо, как и Европа. То есть то, что там творится сейчас, возле... То есть тот самый... Я уже, знаете, когда-то в молодости мечталось поехать посмотреть Европу, Париж и все. Я не хочу уже ни Париж, никуда, потому что там все загажено. Извините, приезжайте в Ставрополь. Здесь очень красиво. Это прекрасный, ухоженный город. Сейчас европейские города, они там нервно курят в сторонке. И мне кажется, что вот именно святейшие на это обращают внимание, что действительно люди, которые абсолютно чуждые, но в свое время они могут начать диктовать что-то здесь, в государстве. Чуждые этой культуре абсолютно. Погоня за дешевой рабочей силой, это приведет никуда, мне кажется. Такая вот, может, на данный момент не сильно заметная новость, но я вот всегда стараюсь замечать такие новости. Они, дело в том, что развивающиеся и могут привести в довольно-таки неприятную ситуацию, поставить всю православную церковь. Синод Молдавской церкви запретил шесть клириков за переход в церковь Румынии. То есть есть такая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, которая сосуществует в Молдавии вместе с Молдавской церковью. 25 октября 1923 года Священный Синод Молдавской православной церкви запретил служение шестерых клириков, которые перешли в Румынский патриархат. Сообщает об этом сайт церкви Молдовы. Соответственно, Бессарабская митрополия возмутилась очень сильно, выступила с резким заявлением, вплоть до того, что, мол, кто вы такие вообще здесь? Вы здесь, именно мы здесь, самое каноническое из канонических церквей, а вы здесь никто, вас здесь не должно быть, вы здесь вообще русский мир и все прочее, вот этот набор лиша и так далее пошел. Но здесь в чем вопрос-то? Ведь Молдавская церковь абсолютно права, потому что эти шесть клириков перешли в Бессарабскую митрополию без отпускной грамоты. Почему это, я считаю, что этот конфликт может перерасти в очень серьезные вещи? Потому что ПЦУ давно уже играет в игры с этим Бессарабской митрополией, даже предлагали Румынской православной церкви, что открывайте у нас в Украине свое викариатство, ну а мы откроем у вас свое, то есть взамен как бы вот давайте так вот, то есть в отличие от УПЦ, которая, ну, как говорится, полностью, потому что Бессарабская митрополия влезла была и на территорию Украины каноническую. И на территории Сербии есть румынские приходы. Да, 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 то есть это пошло уже очень серьезно. То есть это опасно тем, что при развитии этого конфликта, возможно, румынская православная церковь как бы отомстит, хотя вообще это страшно дико говорить, что православный какой-то патриарх, типа Варфоломея, отомстил патриарху Кириллу за то, что тот не явился на Критский собор, а теперь румынская церковь может отомстить, опять же, русской церкви, потому что там что-то, это просто как-то мне не кладется в голове, но такое, извините, может быть. Поэтому следим за этой ситуацией. Ну, вообще, нужно сказать о тенденциях в Молдове, сейчас там действительно большой такой массовый тренд на интеграцию с Румынией, идея о том, что это один народ, нужно саму государственность Молдовы деконструировать и войти в состав Румынии. Такое очень многими поддерживается в самой Молдове, и если это произойдет, то молдавскую метрополию могут объявить, не знаю, агентами Кремля, русского мира и так далее. Ну, да, но пока это все-таки есть государство Молдова, а если оно утроит свою государственность, то, возможно, даже не исключая полностью исчезновение молдавской православной церкви и замена ее румынской церковью. В этом мире возможно все, как говорится. Ну, а как апофеоз, да, играем в сатанинские игры с Хиллоуином. Возвращаясь к ПЦУ, вот, я говорил о Димитровской субботе, что еще интересно, я забыл сказать об этом, просто хочу добавить. Недавно они привозили в лавру прославленного святого своего, вот, они там прославили одного батюшку, батюшка абсолютно клирик русской православной церкви, от начала до конца, имеет награды от патриарха Алексея, все, да, он умер, и его почему-то Филарет решил прославить как святого ПЦУ, мало того. Ну, он еще киевского патриарха, да. В этом году, 27 июля, по-моему, они прославили еще одного святого, митрополита Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и Малой России, не Украины, а Малой, Малороссии. Понимаете, даже потому, что, ну, тоже, как бы были обретены его в Софийском Соботе, он действительно хороший, тоже полностью митрополит РПЦ, русской православной церкви, от начала до конца, полностью и был верен. Сколько, да, он много поработал, потрудился, но были обретены его мощи, то есть, как бы, сначала не знали, где он похоронен, а потом, вот, как раз в 1923 году обнаружили, и в 1923 году тут же они прослали его своим святым, какое он имеет отношение к ним, но это вообще, но, тем не менее, Казацкая Божья Матерь, нет, отменяем. Это Александра Невского отменяем, Дмитрия Донского отменяем, это не наши святые. Но вот как-то так, двойные стандарты. Ну, и переходим к нашей традиционной рубрике «Спорный вопрос». Здесь мы разбираем спорные моменты в коротких видео отца Геннадия. И вот, первое видео, вопрос был такой, может ли человек искупить грех колдовства? Отец Геннадий на это ответил, что может. Люди в комментариях задавали разные вопросы на эту тему, и вот некоторые из них, когда не было больницы, лечились травами, все эти целители в аду, про колдовство слышал, что не искупить, другой человек пишет. А колдовство и чародейство работает, кто-то спрашивает. Ну, вот, видимо, тема такая. Интересующая людей, вот всегда интересовала эта тема, и потому вопросы задали, я на него ответил, и еще задают, как вы видите. Ну, от колдовства и чародейства, искупительства, этот грех могут даже те, кто этим занимался. Для этого нужно покаяться и прекратить это делать. Исповедаться, причаститься, и забыть это, как страшный сон. Не прощается только хула на Духа Святого, все остальное прощается, если человек вовремя обратился к Господу и покаялся в своем совершенном грехе. Ну, здесь как-то все в вопросах намешали, да, и про лечение травами. Лечение травами-то часто вообще не про колдовство. Вообще не о том, да. Я простыл, сделал себе малиновый отвар, это тоже лечение травами. Каетесь, немедленно, немедленно идите каять. Да, про разные вещи. Что там еще было? А колдовство и чародейство работают? Ну, я думаю, что если человек этим занимается, работает в том смысле, что он обретает себе грех. И, ну, просто вредит душе. Больше ничего от этого. Ну, в принципе, опять же, понимаете, работает тогда, когда вы ничем не защищены. Потому что, ну, темные силы они тоже имеют какую-то силу свою, да, то есть где-то могут могут воздействовать на нас, с вами, если мы не защищены. А если мы защищены, а защищаться мы можем посредством, опять же, причастия, да, потому что причастивший человек становится частью Бога. Какие там, они трепещут и бегут от этого человека, если человек после причастия идет. Поэтому все это, если вы в церкви, если вы с Богом, то ничего вам не страшно, можете не обращать внимания на этих, на этих чародеев и колданов. В следующем ролике под моим ответом на вопрос, как сатана попал в рай, также собралось много вопросов и по теме, не совсем. На части из них мы сейчас попробуем вам сказать, ответить. Рай был на земле, а вы почему-то после смерти ходите рай на небе. там его не было. Следующий комментарий. Сатана изначально был в раю. Следующий. Не очень поняла. Он попал в рай, потому что место было готово для человека, вход туда был свободный, или же человек и сатана одно и то же. И следующее. Надо бы объяснить разницу Эдемского рая, который сейчас общеупотребляемый. Да, здесь нужно понимать, да, потому что мы называем раем все подряд. И Сат Эдемский, и Царство Божие. Это как бы общее название. Сат Эдемский, это немножко другое. Это отличное Царство Божие, потому что Эдемский сад, это был проект земной, сделанный для человека, для того, чтобы человек здесь себя чувствовал очень хорошо. И даже мы знаем координаты, да, это район Междуречия, где-то вот в этом районе. Тигр, Ефрат описывается. Да, да, то есть он был на земле. По мере того, как Адам и Ева плодились бы и размножались бы, то этот сад Эдемский разросся бы люди бы населяли его и жили бы там счастливо, так, как было задумано Богом изначально. Но из-за грехопадения не то, что даже мы почитаем изгнание Бога, Богом Адама и Ева из Раи, я сказал бы даже нет, просто это не изгнание, а Адам и Ева уже не могли жить в этом саду, в совершенном саду сами, по своей натуре. И они, да, да, не то, что там Господь такой жестокий, мстительный, уходите сюда, все, больше вы меня не послушали. Нет, Адамский прекратил свое существование и уже как бы его и не будет. Теперь Царствие Божие, то есть то Царствие, куда просто так любой не попадет. Почему Сатана и попал? Потому что это было на земле. Сатана там на земле тоже находился. И он свободно мог туда переместиться, он смог туда пробраться, потому что это на земле. Царствие Божие, он уже не сможет попасть. Царствие Божие не может попасть любой грешник. Царствие Божие уже, извините, мы уже идем по конкурсу туда, да, будем проходить. Вот идет, грядет великий конкурс называемый страшным судом и мы сможем туда попасть или не сможем вот то есть вот таким вот образом поэтому сатана и смог попасть повторюсь еще раз в рай потому что это было на земле вот уже царствие божие которое здесь пишут мол типа не было на земле рая поэтому на небе рая поэтому почему его хотите мы не то что хотим царствие божие но всегда было но есть она там там где господь там вокруг него и его царствие можно сказать все принадлежащее сотворено им это царствие божие просто есть определенные места где мы можем находиться рядом с богом а мы уже не находиться с ним то есть по нашим делам да мы знаем что господа не каждый может увидеть потому что просто вот чисто физически физически увидеть даже даже если он сейчас явится нам здесь половина испепелеют потому что ну а они не смогут увидеть по по своим черной своей натуре по своей сущности своей черной если эдем мы могли так сказать все там проживать смогли бы если бы не было греха падения то во царстве больше уже будет так сказать совсем другое дело есть три состояния человека в связи с греха падения это естественное другое состояние ниже естественно или неестественное и третье состояние сверхъестественное вот в раю еще до греха падения в эдемском саду люди жили в естественном состоянии в таком котором их сотворил бог это состояние можно охарактеризовать формулой могу не грешить то есть люди могли там жить и не грешить это было естественное состояние человека вот но могли и грешить если сильно захотелось вот сильно захотелось вот и согрешили и с этого момента люди оказались в неестественном или ниже естественном состоянии, в котором мы сейчас пребываем, в состоянии падшей греховной человеческой природы. Это состояние можно охарактеризовать формулой «не могу не грешить». То есть мы хоть и стараемся не грешить, но у нас не получается, мы все равно грешим. Это состояние страстное. У нас появились страсти, которых не было в раю, в Эдемском саду. Эти страсти двух типов – укоризненные и неукоризненные. Укоризненные страсти – это греховные страсти, к которым мы приобретаем всякие пороки, которые становятся привычкой. Неукоризненные страсти – это наши естественные потребности, мы испытываем холод, жажду, голод, от которых тоже страдаем, и от них в раю не страдали. Сейчас мы находимся в ниже естественном состоянии, и наша задача уже вернуться не в то состояние, которое было у Адама и Евы в естественном состоянии, а в новое состояние – сверхъестественное. Это состояние можно охарактеризовать формулой «не могу грешить». То есть уже в рай попав человек, больше уже не сможет грешить совсем. И оно принципиально другое, потому что Иисус Христос воплотился, принял на себя человеческую природу, и мы через таинство Евхаристии соединяемся с его человеческой природой, а его природа связана с его божественной ипостасью. И мы уже в какой-то мере, можно сказать, обоживаемся, то есть соединяемся с Богом. Не в смысле расстраиваемся в нем, конечно, ставимся отдельными личностями, но наша человеческая природа освящается Богом. И это уже будет особое состояние, которое не было свойственно ни здесь на земле никому, ни тем более до грехопадения. Это душниловский такой текст. Ну это нормально получается. У меня я такой душниловый, как препод догматикой, у меня вопросы по поводу «видел Бога, не видел». Что вы имели в виду? Божественную сущность, божественную энергию. Божественная энергия – это тоже сам Бог? Или божественная сущность? И как вы относитесь к главам Иоанна Богослова, что Бога никто не видел? Да, можно у вас на вот так вот все в куче, и непонятно, где вы про что. И как бы на грани ереси немножко. Ну так я ушел. То есть как бы, понимаете, я хорошо идет у нас, я по рабоче-крестьянскому пытаюсь, а вы так сказать по душниловскому. И нормально идет, все отлично. Сейчас переходим к следующей нашей рубрике, рубрика «Комментарии». «Комментарии». Да, здесь комментарии, которые вы оставляли под видео. И, кстати, пишите и дальше комментарии. Какой-то из ваших комментариев может попасть сюда. Мы будем его с вами, здесь с отцом Ольвяном разбирать. Итак, ну, здесь такой комментарий ко мне. Отец Геннадий, пока вы не совершили преступления против человечности и военных преступлений, вас в Украине не осудят. Подумайте о покаянии, имея в виду так называемое раскаивание и возвращение домой. Я дома, я в России. Херсонская область уже в России. Притом вот это вот рассказы вас в Украине не осудят. Понимаете? Вот в Херсоне расстреливают людей без суда и следствия. Просто за то, что они когда-то в референдуме поучаствовали, проголосовали и так далее. Просто берут... Я в Харьковской области такие ужасы слышал. Когда, ну, вот у нас здесь беженцы еще из Харьковской области, и вот в строительном техникуме они живут, прямо на территорию техникум, а что пока без дома. И они рассказывали, что учительницу русского языка и директора школы по совместительству просто повесили, когда русские уходили из части территории Харьковской области, в СУ захотели, и человек висел, и хотели снять похоронить, в СУ не давали, и учительница английского языка стала кричать, что вы не люди, да дайте похоронить по-человечески. Ее тоже застрелили. Просто за то, что она стала требовать, чтобы сняли тело директора школы. Вот это люди, с которыми общался, живые свидетели тех событий, и говорят, что вас-то не осудят. Ну-ну. Поэтому пока вы не совершили военных преступлений, и преступления против человечности, то, по крайней мере, ну, если не уезжайте оттуда, да, то, по крайней мере, не распространяйте такие вещи. Хотя я не думаю, что это может и не СБУ меня пытаться заманить, чтобы я туда вернулся. Да расстреляют меня, только я пересеку границу. Даже сейчас. Хотя я не совершил никаких преступлений. Фашизм, нацизм, он есть такой. Ну, никуда от этого не деться. Понимаете, сейчас в Украине творятся преступления военные, и преступления против человечества, и те, кто их поддерживает, тоже, можно сказать, соучаствуют в этих преступлениях. Поэтому, дорогие мои, одумайтесь, одумайтесь. Понимаете, страшен не суд земной, страшен суд тот у Господа. И те, кто поддерживает антихристианство, те, кто поддерживает сатанизм украинский, ребята, подумайте о страшном суде. Митрополиты Черкасские и так далее, они наговорили, ну, в домашних арестах, они наговорили батюшка намного меньше, чем вы. Да, да, да. Их арестовали. Вопрос для видео. Почему наш митрополит Ануфрий молится за ВСУ и власть? Я свое мнение озвучу. Я сейчас действия митрополита Ануфрия воспринимаю как действия заложника. Потому что, ну, человек-заложник, его можно заставить сказать все, что угодно. И митрополит Ануфрий находится в таком положении. Когда каноническую церковь запрещают на государственном уровне, ну, это, не знаю, 30-е годы. И понятно, что... И даже, может быть, митрополит Ануфрий боится не за себя конкретно, а чувствует ответственность за всю украинскую православную церковь, за множество людей, которые там находятся. И поэтому вот так вот он себя ведет. Хотя еще недавно, когда не так жестко была ситуация на Украине, мы помним, что уже 14-й год произошел. И на одном из мероприятий, которые возглавлял Петр Порошенко, объявили минуту молчания по так называемым киборгам, по тем, кто погиб со стороны Украины в так называемой АТО, то есть на войне в Донбассе. Все встали, а митрополит Ануфрий и владыка Иона, они тогда не встали, тем самым выказав свое отношение к этой войне и к тем, кто воевал на Донбассе. Так что сейчас я его действия воспринимаю именно как действие заложника, который говорит, грубо говоря, с дулом автомата у виска. И не только личного виска, а вообще всей украинской церкви. Здесь я хотел бы еще добавить, что, понимаете, обязанность церкви молиться за свое воинство. То, что в том, что владыка молится за ВСУ, нет ничего предосудительного, потому что каждая церковь на территории своей молится за свое воинство. Простой пример, опять же, румынская и русская православная церкви в Великой Честной войне были на разных сторонах. Румыния поддержала Гитлера в борьбе против Советского Союза. Мало того, патриарх румынский неоднократно выступал тогда и говорил, что вот вы, святая война против... Большевизма. Большевизма и все прочее. Да, ну, в принципе, и по делам, потому что воспринималась советская власть церквями как безбожная, богоборческая и так далее. Такая она и была. Да, но просто надо сказать, что гитлеровская власть была не лучше. Ничуть не лучше, да, я согласен. Но, возможно, они рассчитывали, что румынская власть немножко, так сказать, помягче, не такая. Ну, у нас в селе стояли румыны в моем селе, да, и никто о них плохого не сказал из слова из жителей села, что говорят, что нормально, все было, даже там конфетки и шоколад едите и угощали. Ну, это такая... Но, тем не менее, это неправда, и то, что они были на стороне фашизма. Да, но вот две... И те молились за свое, за румынское воинство, русская православная церковь молилась за свое воинство, за советское воинство. Ни одного слова, эта церковь одна и вторая, не сказали друг другу, что, а, вы вот такие, вы всякие, вы молились за тех, а вы молились за тех и так далее. Нет, мы обязаны церкви молиться за свое воинство, которое находится в государстве, в котором мы находимся. Поэтому здесь осуждать Владыку и не стоит, Ануфрия. Другое дело, что, конечно, вот это вот, что я бы сказал бы, с чем я не согласен, с тем, что покупаются в ССУ всяческие военные атрибуты, да. Ну, оружие, слава Богу, я не видел, чтобы не слышал, чтобы покупали туда. Ну, машины, на которые устанавливается потом это оружие, автомобили. Тачанки. Да, тачанки. И стреляются по гражданскому населению, по нашим же прихожанам, да, нашей церкви. Вот это я с этим не согласен. Вот, скорее, надо было бы больше направлять все-таки деньги на помощь беженцам, обездоленным. Они помогают. УПЦ помогает и им. Но я считаю, что надо было бы эти деньги туда все пускать. Ну, очевидно, надеялись, что их не тронут. А видите, тронули, не просто тронули, еще и запретят скоро. Несмотря ни на машины, ни на тепловизоры покупаемые, ни на что. Дело идет к неприятностям. Отличный монтаж. Спасибо Господи. Ну, это у нас есть монтажер. Вот. Монтажер. Я его назвал. Да, монтажер. Вот. Иногда в кадре он попадается. Вот. Когда мы постареем, то кто-то может возьмет его к себе монтировать. Более, так сказать, известные и богатые студии. Спасибо, Антон. Спасибо, Господи, Вас, Отцы. Отец Геннадий. А Вам спасибо, что выкладываете все свои труды в Ютуб. Это очень важно. Мир должен знать противоположную точку зрения. И подиакон Олег. Да, есть такой у меня почитатель. Он часто пишет и в стримах участвует. Спасибо, Господи, Олег. Ну, стараемся. И не только я. Да. Вот сейчас остановите видео. Сейчас остановите видео в эту секундочку. Зайдите на телеграм-канал отца Альвиана и увидите, сколько интересного он тоже публикует. Так что подпишитесь на его телеграм-канал. Я часто у него беру репост у себя. Но если вы подпишетесь на его канал, вам не нужно будет ожидать репостов от меня. Просто возьмете и почитайте все у него. Теперь включайте видео. Спасибо, Господи. Да. И следующий комментарий, да, наверное. Мне нравится формат передачи, когда священник это не строгий дядька с кадилом, говорящий на непонятном языке, а такой же человек, как и все остальные. Просто работа у него такая, быть священником. Я уже знаю, что батюшки обычно люди, каждый со своим характером, а раньше считала, что это какие-то особенные человеки, которые никогда не грешат и что скажут, то и истина. Поэтому у людей шок от истории. Священник на Мерседесе сбил человека. А не надо ни на кого ним надевать, никого не осуждая, но и своего батюшку надо найти. Других же специалистов, ищем себе врачей, учителей, шлистарей. А тут ни зуб залечить и ни кран починить. Посерьезнее дело. И выбор должен быть ответственнее. Нарвавшись на плохого автомеханика от автомобиля, не отказываемся. Так чему я, собственно, спасибо за передачу. Желаю предсветания каналу. Свою аудиторию вы найдете, недоброжелателям отвечаете недостойно. Не их вина, просто им формат не подходит. Такое содержательное, очень много мыслей в нем, в этом комментарии. Вот побольше бы таких нам комментариев. Да, вы знаете, я тоже когда-то думал, что священник, когда мне сказал священник, что это было после смерти дочери, когда мы приезжали к нему на панихиде, служить там 9 дней, 40 дней, он сказал мне после общения со мной, ты должен стать священником. Я тогда, да кто, я, да вы что? Вот, понимание тоже было, что священников на ниточки с неба спускают, и вот они здесь потом это самое, да, творят какие-то чудеса, да. Вот, ну и, да, я согласен, что вот потому сразу, если что, начинают сразу же развивать тему. А, увидели, сфотографировали толстого священника, все, везде лепят, все священники толстые, там, или вот действительно сбил на машине, значит, все, как так, это же священник, ну, он же тоже человек, и всякое бывает, да, и, ну, я согласен с этим, с этим комментатором, и по поводу того, что батюшки нужно найти тоже, да, это, вот мне понравилось выражение, что, нарвавшись на плохого автомеханика, от автомобиля же не отказываемся, абсолютно правильно, да, как много говорят о том, что, да, я пошла там такой попсяк, я больше церкви не ногой, или что-то еще в этом роде, да, или там бабушка мне сказала, там, меня отдернула, я сказала, больше туда не пойду, вот здесь вот человек правильно пишет, что если автомеханика плохой, автомобиль же не меняем, ну, попался он плохой священник, идите в другой храм, идите, ищите того священника, который успокоит вашу душу, вот, но идите, дерзайте, вперед, вы что-то хотите добавить? Аминь. Аминь, все, значит, тогда на этом мы с вами завершаем нашу передачу, еще раз говорю, что, ну, перед тем, как отключить, вот сейчас у вас есть время для того, чтобы полайкать еще, вот, а потом, как только закончится, переходите на канал отца Альвиана, вот, подписывайтесь у него, полайкайте у него тоже все там его посты. Ну, полайкайте обязательно, если подпишитесь, буду очень благодарен. А потом ко мне, мне там подпишитесь, да, и все, вот, ну, а на этом все, спасибо вас Господи, Анна, охранитель вам всем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok